Ставьте лайки, а вот это всё, наверное, канал подписывайтесь. Хотела, хотела. Привет, мои замечательные, с вами Лиза Алексеева, и это мой первый влог после болезни. Наконец-то я проснулась абсолютно новым человеком у меня, перестало болеть всё, что болело, всё, что было не так. И я просто вздохнула, вдохнула в себя эту новую жизнь без болезней. Болела я в общем и целом месяц, поэтому, конечно, человек радуется, капец как. Собственно, я тоже. Вот, что у нас происходит? Я сегодня в квартире в Московской, сегодня делаю дела по дому, принимаю доставки, распаковки и всякое такое. Сегодня хочу поделиться бьюти-штучками, которые я заказала из золотого яблока. Также у нас предстоит завтра рано утром путешествие в Ярославскую область с мужем, с моим. Вот, поедем к его семье. Он специально взял выходной на завтра и послезавтра. Сегодня с вами будем делать девчачьи штучки, вот. Так что поехали. Всем приятного просмотра! И так, в Москве слетел Ростелеком, Телеграм и Зоом. Возможно, еще что-то. Не знаю, что. Вот. Видимо, в течение дня посмотрим, что еще слетел, слетит. Не знаю даже. Вот, и сейчас Андрей уезжает на работу, а я такая остаюсь дома одна. Она с телевизорами подключается к общедомовой, типа, антенне. Только смарт-пайверс, естественно, от Wi-Fi. А у нас Wi-Fi вот в Телеграм, который слетел. Поэтому я не знаю сейчас, что будет. Вот. Мне привезли доставку. Чуть-чуть я заказала. Там что-то Андрею. И просто себе. Вот, хочу сделать распаковку. Я на тебя наехала за то, что ты там открывал что-то. Я думала, просто ты сейчас достанешь все. Я хотела распаковку сделать. Я думала, ты рвешь просто пакет. А я просто так наехала. Короче. Заказала Яндекс. Лавку. Я заказала воду. У нас до сих пор не подключили кран. Именно с питьевой водой. Поэтому мы заказываем по бутылкам. На самом деле безумно неудобно. Но пока так. Что делать? Итак. Заказала это сколько? Три литра. Да. Три литра. Синежеская. Обыкновенная. Без газа. Так. Я заказала себе Теос. Я не знала, что они начали делать питьевые йогурты. И была приятно удивлена. Потому что я обожала обычные их Теос йогурты. Теперь еще питьевые. Моя любовь новая. Также заказала... Также заказала сырки. Я не знаю, зачем им их завязали. Обычные сырки. Заказала Андрею на работу. Он берет часто шоколадки. Там всякие конфетки. Заказала вот такой вот из конфеты Чиурио. Они... Они... Вся семья моя обожает. Андрей тоже. Вот я заказала такие штучки. Две. И... Самое главное. Самое главное. Я их ела просто тоннами. Я, кстати, увидела, не помню у кого, в запрещенной соцсети, что в Яндекс.Лавке они появились. Интересно, они такого же вкуса или нет, как в Библе. Не знаю. Но вроде упаковка выглядит... Я, кстати, не помню, как упаковка выглядит прям точно. Но, вроде бы, это они. Откуда они делают вместо происхождения Нидерланды? 500 калорий на 100 грамм. А здесь 37 грамм. Она нормально. Короче, вот. Всё. Это вся доставка. Сейчас я Андрея провожу на работу уже скоро. Он поедет. Я здесь буду. Вот. И сегодня я тут, дома. Завтра мы выезжаем в 7 утра где-то уже в Рыбинску. К семье Андрея. Поэтому мы, собственно, и приехали сюда. Потому что, если бы мы выезжали из-за города от родителей до Ярославля, то это было бы на 2 часа дольше. Вот. И мы бы, конечно же, не выспались. Уставшие были от дороги. Так, конечно, когда ты едешь в 7 часов или 5 часов, разница большая. Вот. Так что, вот так. Сейчас Андрея провожу на работу и буду делать домашние девишки с вами. Мы посмотрим новиночки для дома, которые я купила. Короче, вопрос номер один. Это самый вот распространенный, когда я остаюсь одна дома. Что же поесть? У меня есть рис, знаете, с такими, с гавайской смесью, типа. Вот. Есть яйца. Это не 2 яйца еще. Там еще есть целая упаковка. И надо их просто разложить. Я не знаю, что делать. Вроде я, на самом деле, особо не хочу есть. Вроде и хочу, короче. Как всегда. Надо, наверное, сделать дела. И потом уже есть. И делать всякие штуки. Кстати, хотела бы показать, знаете, что? Сейчас. У меня здесь. Блин. Ну, смотрите, проблема. Сделали нам кухню. Ну, да. Мы в карантинное время как бы делали кухню. Мы в 2, в 3 дорого даже почти купили вот этот холодильник Хайр. Вот. И он не подходит по цвету. Я думаю, мы фартук не убирали еще. Вот он как был после стройки заложен как бы в квартире. Так он и остался. Поэтому я думаю, фартук сделать в цвет холодильника. Либо закрыть такую, типа, закрытую панель сделать. Мы в 3 дорого купили холодильник в карантинное время. И в 3 дорого купили кухню. Поэтому, в принципе, они друг друга стоят. Но нас не предупредили. Я здесь даже штучку повесила, что будет биться. Понимаете, да? Бесит меня как. Я, короче, по акции накупила. Лиза просто... Я теперь... Вот она, старость, пришла ко мне. Я накупила макарон. Это килограмм макарон. Огромная пачка. Вот. Хотела показать вам. Заказала в Яндекс.Лавке. Меня слишком часто бесят все. И заказала вот такой чай. Он поможет снять стресс, обрести полное спокойствие с мятой, милиссой. И всякими там боярышниками, лемонградцами и так далее. Вот. Состав такой, железобетонный, точно поможет справиться со стрессом, так сказать. Вот. Что делаю? Маленький стаканчик. Большой. Налить воду. Давайте маленький. Сейчас будем наливать воду с вами. Так. А эти стаканчики у меня здесь. Я разложила. У меня здесь сверху то, что не помыто еще до сих пор. Вот. А я этот беру стаканчик. И ставлю вот сюда. К большим. Вот здесь тоже не стерла. Господи, надо это все сделать как-то, чтобы дошли руки. Вот. У меня не доходят руки. Это сделать все никак. Вот. И большой бокал. Очень красивый. Мне подарила их сестра на 23-летие. У меня был день рождения в декабре. Вот она мне подарила. Что еще? Я, если честно, так не хочу ничего делать. Только бьюти распаковочку. И все. Давайте пойдем загрузим с вами вещи. Стиралку. У меня, когда оставалась сестра, я еще не постирала вещи. Вот. Надо загрузить их. И после этого сделать свой спокровский. И так, короче, вырисовывается еще одна проблема. Я впервые уступила бабушке свое место. Там есть у нас салон в один мы ходим, который. Там есть очень классный мастер, который делает мне всегда маникюр и педикюр. И, соответственно, педикюр она делает просто бомбически. Моя бабушка влюбилась в то, как она делает. И я ей уступила место. То есть я на педикюр пошла. И я должна была на маникюр тоже к ней идти. Но я уступила место бабушке. То есть у нас было два педикюра у этой девочки. И маникюр я сделала другой. Можно было просто, да, сказать. Но я люблю болтать. Короче. Проблема в том, что у меня отвалился ноготь. Он прям сломался, он отлетел. То есть на той руке, вот этот средний ноготь, вот здесь. Сейчас покажу. Давайте. Как перевернуть вас? Наверное, никак. Короче. Вот. Видите? Короче, вот. Мне так обидно. И он отлетел, знаете, так, что теперь нарушена полная, как-то сказать, конструкция квадратных, квадратной формы. Вот. Я не знаю, что теперь делать. Что мне предложит та девочка, в которую я всегда хожу. Во-первых, она еще не знает. Она узнает только 2 марта, когда я пойду. Ой, 3. Вот, 2 я работаю. Я не знаю, что мне делать. Мне придется делать миндали. Миндали я это навижу. Просто. Напишите, какую, кстати, форму делаете. И какой цвет сделать в марте. Расскажите мне. Я слышала очень много в запрещенной соцсети. Вот. То, что есть денежный цвет для маникюра. Это все фигня или нет? Напишите по-моему. И если не фигня, то какой цвет в марте. Расскажите. Я потому что не знаю, как искать этих девочек, которые такие видео записывают. Я один раз как-то в реках увидела. И все. Вот. Ну, на самом деле хочется что-то более розовое, наверное. И светлое. Обязательно. Потому что устала. Я с таким уже ходила. Как все-таки круто приезжать в свою квартиру, где уже есть зоны, на которые я ставлю вас, чтобы уже нормально снимать. Я уже понимаю, где вас ставить, чтобы у меня было видно, как меня будет видно, где хороший свет, чтобы у вас не прыгало такое то затемненное, то светлое, то еще что-то. Вот. Так что вообще класс. Так, давайте загружать. Я опять встала, смотрю на свои баночки, скляночки. Сейчас вам все буду показывать, новинки. Все, мы поставили. Она стирает. У меня здесь такие штучки. Я уже сложила здесь парочку своих бьюти-штучек, которые сейчас буду вам показывать. Вот. Ну что, пойдемте, показывать буду. Так. Первый бьюти-продукт это сыворотка для роста бровей от Пуси. Вот. Она имеет очень приятную текстуру. Ну и знаете, в те дни, когда хочется что-то нанести перед сном, там, или когда уже не хочется наносить что-то на брови, более такой, фиксация, ну, для фиксации или чего-то такого, хочется прям вот такое самое простое и самое классное. Вот это сыворотка. Вот это сыворотка, полезная самое главное. Вот. Да, особенно вижу скидки. Я ее постоянно беру. Вот. Это моя прям любовь такая. Она очень классно разделяет ресницы. Так. Также я купила с SPF 15, кстати, бальзам от Шик. Вот. Вот. Его очень многие рекламируют, но это даже не реклама, это вот действительно моя такая рекомендация. Я его просто обожаю. Так. Он у меня есть. Он уже идет там, я не знаю, пятая, на самом деле, пятый тюбичек. Вот. Я его просто обожаю. Так. Далее. У меня есть очень классная тушь от Vivienne Sabo с цвет фиолетовый. Да? Да. Вот. Фиолетовый цвет. Кабаре. Я ее тоже обожаю. Она очень классно подходит под цвет моих глаз. У меня зеленые глаза и фиолетовая тушь – это просто находка. Также, что еще? У меня есть самая главная рекомендация. Девочки. В самый первый раз, когда я покрасила свои волосы в блонд, и мне нужно было купить какой-то шампунь более профессиональный. Я их не красила сразу резко, я их осветлила на один тон. Посмотреть, как это будет. Потому что мои волосы, мой цвет сам, очень сильно выгорает на солнце летом. И, соответственно, они сами по себе белые были. Ну, и я хотела бы еще осветлить больше. Вот. Он такой рыжий цвет получился. Но неважно. У меня были осветленные самые главные волосы. И в тот момент мне сказали, нужно купить профессиональный шампунь. Это мой первый и самый лучший профессиональный шампунь, от которого у меня такая ностальгия идет. Это идеальный шампунь. Я его даже так чувствую. Если честно, я не знаю, что это за бренд. Это первый шампунь. Бренд, которого я просто не знаю. Я вижу этот шампунь и я покупаю. И сейчас в Литуале на него очень хорошие скидки. Вот. Я о нем уже рассказывала. И скидок потом их не будет, действительно. Я уже убедилась. Первый раз я его увидела месяца два назад, когда мы с сестрой поехали на остров мечты. Я в Литуале зашла в Литуаль и увидела этот шампунь. Он стоил 700 рублей. Сейчас по скидке он стоит 900 рублей. И цена еще будет расти, потому что в январе он стоил 1400 рублей. Поэтому пока есть цена ниже 1000, этот шампунь стоит брать. Он подходит. Он подходит как к натуральным волосам, так и к окрашенным. О, Боже. Поэтому сейчас у меня корни натуральные. Вот здесь чуть-чуть отсюда примерно идет. У меня осветленных еще до сих пор остались. Это просто находка. Я очень советую вам. Скриньте просто. Я такая показала вам все. И счастливая, радостная. Иду отдыхать. Хочу взять Мальтизерс и включить какой-нибудь фильм. Вот, кстати. Какие сериальчики смотрите? Я сейчас на Иве нашла самую оригинальную озвучку ранней пташки. Турецкий сериал, кто знает, тот поймет. И я не могу оторваться. Вот, надо сейчас продлить подписку, потому что месяц прошел и она все. У меня надо 27-го как раз ровно. По 26-го. Каждого месяца. Поэтому сейчас продлю и буду смотреть. Сейчас налью водички. Я стала, кстати, воду пить больше. В те моменты, когда я обычно пила там чай, кофе, я стараюсь сейчас пить воду, водный баланс соблюдать. Вот сейчас налью воды. Возьму Мальтизерс и пойду смотреть сериал. Я ем Мальтизерс уже. Вкус такой же. Мне кажется, я просто очень давно не ела. Я смотрю пятницу пока что. Потому что Андрей сейчас почти доехал до работы. Я хочу уже поговорить с ним по телефону. Мы обсудили во сколько завтра выезжаем. Потому что завтра нужно рано выезжать. Ехать 6 часов. Ну, 5 вообще. Вот. И мы завтра заедем на Макзавтрак. Я встала и резвесила белье, которое постирала. Уже постиралась. Представляете, пока мы тут ходили с вами. Бьюти штучками там всякими. Обменивались. Вот. Уже отстирала все. И я подошла к окну. Смотрите. Ах, красота. Я не знаю. Я могу, если честно, любоваться часами стоять. Смотреть там. Я не знаю. Кстати. Сейчас. Я поставлю. Насколько может приближать телефон. Офигеть, да? Вот я смотрю вот на вот те дома. Ой, господи. Вот на те дома. Я смотрю там на Волгоградский проспект. На ЦСКА-арену смотрю. Вот это, кстати, здание, где птичка летит. Видите? Вот это вот. Вот это. Там снималась заставка для Саши Тани. Представляете? И я все время смотрю на это здание. А потом смотрю на телевизор. И там заставка. Это я такая. Вот. Вообще. Я не знаю. Я так обожаю Москву. Я просто люблю ее. Вот реально. Я хоть и коренная москвичка. Типа я все детство провела тут. Но я просто не устану любоваться ей. Особенно, когда вот такое голубое небо, солнышко. Красота. Просто красота. Я влюблена. А еще, кстати, в марте нам с вами предстоит путешествие куда. Ну, не скажу куда. Да. Но перед этим будет несколько влогов точно еще. Я вообще хочу каждую неделю выставлять что-то. Потому что я из них, когда я полностью занята интересными какими-то вещами. Ну, или просто домашними какими-то. Это тоже многим, кстати, нравится. Вы мне писали. Вот. У меня здесь в морозильнике есть... Господи, надо разобрать здесь все. Вот моя заморозка всякая. У меня есть вот такие бульмени. Как вы думаете? Насколько они вредные? Или они не вредные? Не знаю. Вот, короче, я думаю их съесть сейчас. Потому что что-то мне хочется есть. Я не знаю что. Что-то сегодня какое-то разбитое состояние. Сделала дела и устала. Знаете? Прямо такое состояние. Вот. Наверное, сейчас не буду мучить себя. Пойду прилягу по чуть-чуть. Вот. Что со мной такое? Я вообще не знаю. Наверное, после болезни еще типа не оправилась. И поэтому слабость такая. И сейчас, кстати, буду грузить еще одно тематическое видео по поводу бровей. Там я столько полезностей вам сняла. Семь часов утра и мы выехали в Рыбинск. С таким лицом нужно говорить все метро. На часах, прикинь, тринадцать-двенадцать. Это можно считать, что мы выехали поздно? Короче, ехать четыре часа. Но с заездом на Мак завтрак получится, конечно же, больше. Но все равно ориентируемся на это время. Давно я не ездила в длинные поездки. Андрей пообещал на каждый мой позывной звоночек останавливаться на заправках. Но поскольку мы едем не через... Через что мы ехали обычно, где нет заправок? Через заправки. А, ну вот. Но мы так не поедем. Я прибрался после второй границы. Ну вот. Так что мы поедем на нормальную дорогу и по нормальной дороге потом. А то он говорит. Вот этот значок у него есть. Есть же вот этот вот значок, короче. Ну, короче, рисуночек на звуки значка. Звуки значка. Короче, он говорит, не по фэншую ставишь мне его. Поэтому говори, когда нужно музыку выключать и будем выключать. Он сам будет выключать. Короче. Что я хотела? Я уже даже забыла. Говорит, короче. Я говорю, давай маме фотку отправимся. Типа, все окей, все классно, мы выехали. Моей маме. Он такой, окей. Фоткаемся. Первая фотка, говнища полная. Мы такие, типа. Куда как едем? Типа. Вторую фотку. Он говорит, давай сделаем, типа, эту фирменную улыбку в 7 утра. Проверка формы. Я просто сделала притёрку. Насколько она красива будет для... Не гонит полку. Так и упоряешься. Он говорит. И не говорит. Вот это поворот. Вот это поворот. Ничего он не говорит. Короче. В своём едем. Ты говоришь. Ты говоришь. Говорит, спасибо, что они поворот на Воркуту. Прибыли, так сказать. Только ехали. Мы по Ярославскому шоссе свернули. Мы Дмитриев. Не боюсь, если бы ты этой женщине сказала, тебя бы съела. Мы заказываем мак. И я не знала сначала, что заказать. И я что-то мешкалась. Потом блинчиков не оказалось. Я взяла фреш мак маффин. Ну вот этот с курицей, короче. Ты понимаешь, знаешь, что мы этим не наедимся? Мы должны десяти часов дождаться и... Ну какая милота. Мы должны... Квартиру в Макдональдсе? Нет, десяти часов дождаться для того, чтобы... Смотрите, какой стаканчик. Чтобы... Короче, дай я расскажу. Мы должны десяти часов дождаться, чтобы... Ну да, здесь все есть. Чтобы... Слушай, это же Макдональдс. Всегда все есть. Тебе мешают, да, рассказать вообще? Я заказываю... Ну я делаю заказ. И проблема в том, что ничего нет. Блинчиков нет. Я думаю, а что заказать вообще еще? И она с таким этим голосом... Приезжайте. Давайте. Блинчиков нет. Блинчиков нет. Блинчиков нет. Я второй раз это должен слушать. Первый раз в Макдональдсе, второй раз здесь. Короче, я думаю, сейчас ей выскажу. Скажу. Девушка, хорошего дня. Хотела сказать что-то. Знаешь, знаешь, типа... Ну не знаю, что-то, что-то... И в итоге она такая... Оплачивайте! Сначала QR-код! Нас высказали, и все, нам потом бургеры скручу и дали. Нужно быть добрым людям. Сначала заказывать... Да ей просто не захотелось. Я не хотела хамить. Хачела, хачела. Я не хотела хамить, я хотела... Сама ответила, не хотела, хотела, хотела. Что вы рассказываете? Я есть очень хочу, ребят. Простите, пожалуйста. Я не буду есть. Да, картошечку. Картошечку можно одну восьмую? Вот все. Я учу, и все. Его имена была неудобна. О, в кастрюме. Юлийка с двориками не придет. Нужно длина длwarming у нас их будет. Или еще одна женщина на этом собрать его на другую домашнюю Extremadura. Нечего как бы Райт-ау Запислено подготовлено опять Не, просто, типа, знаешь Все нравится, да? Все нравится, все хорошо Вот человек написал, надоело Ну, задолбался, он написал Вас слушать, как придурки страдают Как не уйдите, что и не смешно Русская радио, ваша послуша Ну так и иди, зачем ты об этом пишешь Ответ, или просто Информация, Константин, на мнение Чёрка Сейчас будет классная история Короче, как-то В двадцатом году Мы решили поехать в Ростов На машине Восемнадцать, девятнадцать часов на машине Вдвоем Короче Я, он и карантин Это было седьмое апреля Ну, короче, и суть Важно, что Он мне сказал смотреть камеры Ну, я смотрю, типа, на скорость камеры Там, сколько? Девяносто км в час Там, тыры-пыры Вот Тоси-босемь Пятая, десятая, тридцатая, сотая Ну и, короче, суть в чём Там была чёрная камера на навигаторе Кто ещё не понял, да? Сейчас будет разъяснение Сейчас И, короче, прикол в том, что я ему не сказала об этой камере Он переспрашивал ещё заранее Он говорит, всё окей Я говорю, да, камер нет И когда мы уже пролетели пост ДПС В прямом смысле слова Пролетели прям Пью Мы Ой Ярко Я после этого сказала ему о том, что там была чёрная камера Ну, он как бы увидел справа, что там была чёрная камера Я подумала, что эта чёрная камера, это, типа, ну... Ты мне объяснила, что это не рабочая камера Да, не рабочая Да, не рабочая Да Я почему-то так подумала, короче Не гаишник, которого видел Рафик в 170 мимо него пролетающих вас Короче, вообще трэш Не доверяйте Не доверяйте Навигейшн Блондинкам Не доверяйте Не-не-не-не Осуждаю его ребёнка Не-не-не-не Входишь Не-не-не Не в Москве, блядь Вы верните направо, а там пять пырок, может быть, если уйдёшь Не туда уедешь А там ещё геологацию скажут До свидания Я, короче, говорю В Ярославле ты, капец, как ориентируешься Ну, он жил долгое время же Вот Играл в локомотивы Вот И... Он ни разу не спросил по навигатору у меня, куда ехать дальше А в Москве так это каждый поворот Лиза, куда ехать? Куда ехать? Вот А сейчас нет Сейчас ни одного вопроса нет Сейчас мы заедем за его сестрой И уже отправимся к бабушке с дедушкой Вот Они нас уже ждут Вот Только что сейчас мы едем Ты устал? Ну, просто как будто поспал, по-моему, чё-сё Мы чё-то позавтракали Я подумала, что мы не наедимся Но получается, что я наелась Даже как Там и не колесо обо мне Не-не-не, не колесо Я про вот это здание Не знаю Я не знаю Я не знаю Прикольное какое-то, да? Я думаю, да Так здесь полос нет Нормально, что здесь полос нет? Ребята, мы в Ярославле Сейчас, буквально через пять минут Мы уже заберем сестру Андрея Вот И отправимся до бабушки с дедушкой До Рыбинска Прекрасный город Рыбинск В Ярославской области Этот влог подходит к концу Спасибо, что были с нами В этот прекрасный момент В этот прекрасный день Андрей Интересно, что они прекрасные были Дороги Ну, скажи что-нибудь хорошее Спасибо, что Ставьте лайки и подписывайтесь А вот это всё Ставьте лайки А вот это всё Ну и на канал подписались Вот Он плохого точно не посоветую Вот реально отвечаю Вот Я всех целую Обнимаю И с вами была Лиза Алексеева И Андрей Алексеев Впервые Уху Вот Так что Всем пока-пока До новых встреч